Братья и сестры, тема моей проповеди, о которой я хотел бы сегодня порассуждать, часть этой темы уже только что недавно прозвучала в песнопении, которое было о небе. Подобная тема проповеди будет у меня. Я прочитаю текст, который записан в послании к евреям в 11 главе с 15 стиха. 15 и 16, два стиха прочитаю. Евреям, 11 глава, 15 и 16 стих. И если бы они имели в мыслях то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Братья и сестры, Бог, когда творил всю вселенную, когда творил землю, когда творил все, что наполняет нашу землю, человека Он сотворил особенно. И человека поставил особо, наделив его свободной волей, наделил его правом выбора. И человек на сегодняшний день, имея право выбора, этим правом пользуется и выбирает. И каждый здравомыслящий человек всегда стремится выбирать лучшее. Самое лучшее, что ни на есть. Приходит в магазин, ищет самый лучший товар по самой лучшей цене. И его выбирает. Покупает автомобиль, тоже ищет, чтобы самый лучший был, по его мнению, и также по самой лучшей цене. Братья и сестры, и все в нашей жизни, что мы не делаем, мы всегда стремимся к лучшему, как нам кажется. И здесь также написано о героях веры, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. Братья и сестры, мы с вами все понимаем, что небесное – это лучшее. Это самое лучшее, это высота, выше которого ничего не может быть. Братья и сестры, а вы никогда не задумывались, почему небесное все-таки лучше? Вроде бы понятно, что небесное лучше, но почему? Ведь далеко не все люди на земле сегодня так думают, что небесное лучше, чем земное. Если бы они так думали, то они бы уже все давно обратились к Господу. Но раз они не обращаются, значит, они думают по-другому. И они вправе задать нам такой вопрос. А почему? Ну и что, что в Библии написано? А почему вы думаете, что небесное лучше, чем земное? Посмотрите, у нас сколько всего прекрасного здесь на земле. А вы о чем-то даже не знаете, о чем говорите. Ведь вы не знаете, что там будет на небе, хотя и говорите, что хорошо. Почему вы думаете, что небесное лучше? Братья и сестры, если у нас просят, мы сможем как-то доступно объяснить, почему все-таки небесное лучше, чем земное? Я тоже задумался и хочу вместе с вами порассуждать, почему все-таки небесное лучше земного? От Матфея 6 глава, 19-20 стих. Здесь так написано. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Братья и сестры, первая моя мысль – земное, оно временно, а небесное – вечно. Давайте вспомним одного из героев веры, о котором тоже написано в 11 главе. Это Моисей. О нем написано так, что он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Братья и сестры, Моисей понимал, что небесное – это вечно, а земное – оно временно. Братья и сестры, и этот выбор Моисея действительно сделал его героем веры. Ну вот вы перенеситесь сейчас в наше время, представьте такую ситуацию, что человек, который ничего абсолютно не имеет, более того, на то время народ Моисея был в рабстве. И представьте, Моисею выпадает такая возможность – оказаться сыном дочери фараона. То есть, можно сказать, будущим наследником всего египетского царства. На тот момент египетское царство – это было одно из лучших по всей земле. Это египетская цивилизация, это сильное войско, это слава по всей земле, это почет, это все. И вы представьте, от всего этого Моисей отказывается и захотел страдать с народом Божиим. Если перенестись в наше время, к сожалению, бывают такие ситуации, когда христиане уходят от Бога ради каких-то маленьких земных благ. Им не предоставляется таких возможностей, как Моисею. Более того, они страдают еще больше, когда уходят от Бога. Ну, выбирают какие-то маленькие земные блага и отказываются от Бога. У Моисея все наоборот. Он отказывается от всего, от максимально предоставленных земных благ. Он отказывается в пользу того, чтобы получить небесное. Потому что Моисей знал, что это все земное, оно временное и греховное, а небесное, оно вечное. Братья и сестры, какой прекрасный пример для нас оставлен на страницах Писания через Моисея. И вы помните, как потом Бог им пользовался. Это был друг Божий. Моисей общался с Богом наедине, сходил на гору, был предводителем израильского народа при выходе из Египетского царства. А изначально все было правильно, сделал правильный выбор в пользу небесного. И отказался от этого временного греховного наслаждения. Братья и сестры, вот поэтому, как бы нам не казалось все это прекрасным здесь на земле, как бы нам не хотелось все это получить, давайте не будем забывать о том, что это временно. И оно все пройдет. Пусть даже нам кажется, что еще вся жизнь впереди, что я еще много чего здесь хорошего получу. Давайте будем думать наперед, что это все-таки все временно. А небесное, оно вечно. И поэтому небесное намного лучше. И нам, может быть, будет нужно здесь от чего-то отказаться. Нам не нужно отказываться, как Моисею, совершать такие геройские поступки, потому что нам таких возможностей здесь не предоставляется. Но тем не менее и у нас с вами сегодня есть выбор. Где-то отказаться от чего-то своего в пользу небесного. Давайте будем делать правильный выбор, потому что небесное, оно вечно. Братья и сестры, почему еще все-таки небесное лучше, чем земное? Как я уже прочитал, Моисей отказался от временного греховного наслаждения. Братья и сестры, земное, оно греховное, а небесное, оно свято. В каждом из нас есть две природы. Одна природа – это плотская, которая греховная, которая всегда нас толкает на греховные поступки, а другая природа, она есть только у тех, кто получил рождение свыше. Это природа духовная. Это природа, которая нам подсказывает, Дух Святой, который нас обличает в том, как нам нужно правильно поступать. Братья и сестры, ну побеждать из нас будет та природа, которую мы кормим, которой мы отдаем приоритет. И даже если в нас есть живая духовная природа, но мы часто склоняемся к плотскому и поступаем по плоти, то, как написано в Библии, если будете жить по плоти, то умрете. Братья и сестры, здесь не только о физической смерти говорится, здесь говорится о смерти духовной. Если будете жить по плоти, то ваша духовная природа, она умрет, и останется только плотская, и уже на духовные поступки вы будете неспособны. Братья и сестры, ну если мы будем побеждать нашу плотскую природу небесной, побеждать духовной природой, то потом, впоследствии, нам будет легче одерживать эти победы, потому что наша духовная природа, она будет усиливаться, а плотская – ослабевать. Самое тяжело это будет с самого начала, но потом, когда наша духовная природа будет усиливаться, нам эти победы будет одерживать уже легче. Братья и сестры, давайте рассмотрим такой вариант. Самое простое и необходимое – это финансовый вопрос. Все мы понимаем, что да, нужно зарабатывать, нужно содержать семью и так далее, это необходимая часть. Но когда это земное, оно становится в приоритете перед небесным, когда это становится для нас самой важной целью в нашей жизни, тогда мы уже способны идти на компромисс со своей совестью, и где-то не совсем честно поступать ради какого-то заработка, где-то даже готовы пожертвовать взаимоотношениями с братьями и сестрами, испортить с ними отношения ради того, чтобы получить вот это, что для нас первостепенно важно. Братья и сестры, если для нас первостепенно важно будет небесное, то мы будем готовы пожертвовать всем остальным ради того, чтобы вот это небесное получить. Братья и сестры, и хорошо, если мы будем стремиться к этому небесному, потому что оно свято, а все здесь земное, все, что есть, оно все греховно. Братья и сестры, и последнюю мысль, которую я хотел бы выделить, почему все-таки небесное лучше, чем земное, выбирая небесное, человек счастлив уже здесь, на земле. Вы знаете, у людей этого мира сложилось неправильное ощущение того, что люди, которые верят в Бога, это люди жалкие, эти люди несчастные, они не видят никакой красоты в этой жизни, это совсем не то, чего им хотелось бы иметь. А ведь все люди, в том числе и верующие, и неверующие, они хотят быть счастливыми. И неверующие люди, они по-своему представляют это счастье. Кто-то думает, что счастье в больших деньгах, и стремится их заработать. Кто-то думает, что счастье — это слава, это почет, это уважение, это власть или еще что-то подобное, и к этому стремится. И далеко не многие этого достигают, но даже те, кто этого достигают, они получают всего лишь жалкую иллюзию этого счастья, которое проходит очень быстро. Братья и сестры, а теперь мы с вами, во-первых, мы с вами имеем спасение, мы с вами имеем жизнь вечную. Это делает нас самыми счастливыми людьми на земле. Какие бы трудности здесь на земле ни происходили, мы знаем, что мы имеем будущее, мы имеем вечную жизнь с Иисусом Христом, и ничего лучше быть не может. Поэтому все эти трудности, которые здесь проходят, нам переносить их легко, потому что мы счастливы, потому что у нас есть будущее. Братья и сестры, во-вторых, наши связи, наши братские связи, мы можем приехать абсолютно в любой город, даже не зная никого, нас всегда примут на ночлег, нас накормят, нас напоят. Братья и сестры, это наши связи, это тоже делает нас счастливыми. И люди, которые нас окружают неверующие, они этого понять не могут. Как? Вы приезжаете в любой город, и у вас есть где остановиться, да такого не может быть. Вы там, наверное, кого-то знаете. Как можно так не знать человека в лицо и принять его на ночлег? Братья и сестры, у нас с вами это есть, и это тоже счастье. Братья и сестры, и в-третьих, во всех трудностях нас с вами поддерживает сам Бог. Вы знаете, люди в этом мире, когда у них случаются какие-то трудности, скорби, переживания, они не знают, куда деться. Они бегут к одному, ко второму, к третьему. Они также начинают звать к Богу, потому что они не знают. Им никто не может помочь. Братья и сестры, а у нас с вами есть надежда. Если у нас какие-то трудности, какие-то переживания, мы знаем, к кому обращаться. Мы можем обращаться к Богу, и это тоже делает нас с вами счастливыми. Помните, Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. И пусть даже он был в плену, пусть даже он был среди чужого народа, где он никого не знал, вдалеке от родных и близких, он положил в сердце своем не оскверняться, он выбрал небесное, и какими большими благословениями он был наделен. Братья и сестры, Бог нам не обещал избавить нас от трудностей. Трудности действительно будут, но Бог хочет сделать нас счастливыми. И даже уже здесь, на земле. Братья и сестры, и счастье это, оно возможно, если мы сделаем правильный выбор. Если мы сделаем правильный выбор в пользу небесного. И я верю, что одиннадцатая глава евреям, где написано о героях веры, она не закончена. Я верю, что она пишется и сегодня. И возможно, кто-то из нас тоже может оказаться в этой одиннадцатой главе. А первый шаг для этого – выбрать лучшее, то есть небесное. Аминь. Спасибо.